Работает компенсор номер один, который мы запустили, это остановили. Некоторые вводят в себя заблуждение, что в рейсе им удастся выучить английский язык, что-нибудь почитать по профессиональной литературе, ввозят с собой просто чемодан на этой макулатуре и ничего за 6 месяцев не учат и не читают. Остановили работающий компрессор, закрываем всасывание, слегка приотдаем сальник. Чуть-чуть и закрываем. Сейчас трещеточку сделал, сейчас смазал, она работает, а то так заклебешься, представляешь. Закрываем. Чудо-толго закрывает? Да, много. Закрыли, да? И сальник опять немного поджали. И сальник поджали. Потом можно еще и на протечку будем проверить. На декич проверять? Желательно потом все проверить, да, чтобы там... Ну, на уровень фреона? Да. Половина. Сейчас мы будем его перегонять, забирать тем компрессор. От этого мы вставим в место. Типа так, да? Теперь. Этот у нас еще открыт клапан, черкостой. Фреона. Отсюда сейчас у нас фреон идет. Камера через ТРВ. А забирать мы будем всем по перестру. Чудо-туда. Сейчас пока поменяли ремни и поставили защиту очень осторожно, да? То есть, здесь уже можно просто закрывать. А вот дальше... Вот выход. А? Вот выход. Это да. А здесь может быть чуть-чуть все. Четвертый ботон отрегулирован. Теперь здесь открываем. Завтра. Так же само приотдаем саник. Чуть-чуть. Открываем. Клапан. Перестал пищать. Перед этим всем делом, конечно, остановили комплекс. Здесь же мы останавливаемся. Попробуйте. Все, до конца. Открыли. И теперь пол-оборотика. Пол-оборотика можно больше. Открываем, чтобы... Вот на вот этой трубочке у нас все шло. На манометр. На какой трубочке? Вот идет отсюда трубочка. Вот, смотрите. Она... Если полностью его открыть, то это запирается. Ответ. А так... Мы пол-оборотика возвращаем... На... Закрытие. Чтобы у нас... Соединиться... С планометром давления и присостатом. По высокому давлению, чтобы он грудал. Все. Поскрыли. Сальник. Начинаем. Вот все. Сейчас у нас давление поднялось. Потому что мы всасывали открыли. Так, компрессор. Вот как тихонечко. Поменяли подшипники на электромотории. А, вчера. И не слышно, как работает вообще. Два подшипника и три ремня. Да, вот все. Вот оно вначале. Масло немножко вскипает. Потому что там тоже фреон масло находится. Масло будет лезть с фреоном. То есть что-то нужно будет ждать пока... Надо будет ждать пока мы не... И заберем оттуда весь фреон через испаритель сюда. То есть мы будем смотреть по этому стеклу, правильно? Здесь будет уходить. Сменьшаться, да. А там будет добавлен... Здесь будет повышаться уровень. Собираться здесь фреон. И в конце концов, когда оттуда все заберется, давление всасывания пойдет к нулю. И он по низкому давлению установится. То есть уже там ничего нет. Уже низкое давление. Ну, нет фреона. Сосывание. Сосывание. Сосывание стоят и следите, что вот. Да нет. Нет. Когда ты заберешь весь фреон, он остановится по низкому давлению. Тогда надо будет этот клапан закрыть. Задкосной. А вот этот клапан будет постепенно открываться. Тогда уже будет своя система работать. Отсюда фреон пойдет в испаритель. А с испарителя будет забирать этот компрессор опять туда, в пенесатор конденсировать. А этот уже все будет закрыт. Хорошо, будем ждать только. Да, все, все. Работает компрессор номер один, который мы запустили, этот остановили. Фреон сейчас идет с этого конденсатора-ресивера, да? Сначала, то есть мы что сделали? Мы закрыли всасывание. Закрыли всасывание здесь. Открыли всасывание на тон. Открыли всасывание на тон. На пресс. Да. И запустили тон. Все. Он начал уже забирать. Поры фреона с испарителя. И пересадить в сроке конденсатора-ресивера. Правильно. То есть мы, получается, смотрим, вот в этом конденсаторе уровень должен уменьшаться. Уже шел. Уже. В том конденсаторе уровень должен прибавляться. А потом он должен остановиться под давлением всасывания. Да, потому что отсюда уже нечего убрать. Он будет уже вакуумироваться. А что ты еще говорил по поводу... Что, может, туда пройдешь, покажешь? Я думаю, по поводу... По поводу... По поводу... Нет, туда же пикно. Вот у нас ТРВ. Отмерзает. Вот включилась обочная камера. Плюсовая. Вот. Там минусовая. Я не знаю. Обе камеры работают. Видно, что ТРВ. ТРВ наполовину должен оберзать красиво так. Это значит, что он правильно работает. Работает. Все. Ну, здесь у нас... Вот смотрим за давлением всасывания. Да. Вот у нас давление конденсации и нагнетания тоже. Ну, можно... Здесь примерно 10 бар. Можно... Так, чуть-чуть поднять. Самое лучшее давление так... Нагнетание... Ну, 11, 12, ну, 13. Если уже будет 15, там, надо уже конденсатор чистить. Ну, так вот, тихонечко работать. Кстати, вот уже полстекла. Он должен остановиться уже. Он уже сюда полстекла набрал. Но он еще, значит, берет, раз не останавливается. Когда уже начнет... Здесь стрелка стремится к нулю. На вакуум не пойдет. Да. На вакуум не пойдет, потому что вакуум вреден для рефорсановки, чтобы не соснуть воздух в систему. Он останавливается примерно на 0,5. До нуля никогда не доходит, нельзя. Поэтому, когда он будет уже двигаться к нулю, стрелка всасывания. То есть, фреон уже качается отсюда. Последняя забирает в систему. Он по низкому давлению остановится. Все, мы увидим, что он остановился. Больше фреона здесь нет. Он уже ведь здесь. Мы там закрываем конденсатор. А здесь потихонечку открываем, и все. Оно пошло уже оттуда. Так же самое на ТРВ. И уже будет по своему кругу. Когда уже тот компрессор высосал весь фреон, мы закрываем. Да, да. Как этот клапан называется? Это жидкий фреон отсюда идет. Который конденсируется в конденсаторе. И в стекле мы видим уже жидкий фреон, который идет. То есть, вот сейчас, если мы посмотрим, там вообще пусто. Пусто, да. Это жидкий фреон под давлением конденсатора. Это сторона высокого давления. Оно идет на ТРВ. Там дросселируется и теряет давление. Так, вот немножко сальник тоже отпустим. Постоянно сальники отдаешься потом? Ну да, я стараюсь, чтобы не убить сальник. Так обычно учили. Так, все. В принципе, сейчас ты закроешь на этом все, да, готово? Да. Этот я закрываю. Сальник, все. Закрыл. Сальник поджал. И главное, надо будет посмотреть, что он получше. Потому что, помнишь, там здесь хороший сальник. А там лампа дубитый немного. Да, заезженный. Поэтому я его не до конца плеваю. Ну а здесь уже мы, как говорится, нормально закроем. Здесь, видимо, когда открывали сальник, он стоит внизу, он реагирует. Вот он есть. Вот сальники, которые трогали, как будто нормальные. Здесь птички нет. Проверяем здесь. Здесь вчера была. Сейчас как будто нормально. Вот, видишь, уже здесь хрен, система ушел. Но шарик внизу гуляет. Еще раз здесь смотрим. Вот здесь что-то ему не нравится. Может быть, сальник раз поджалит. После трудового дня одной из моих отдушин, помимо занятий спортом, являются игры. Сзади меня уже включена игра Mafia 3. Играя я не с клавиатурой, а с джойстика, который находится рядом. Сейчас он разряжен. После его зарядки я провод отключу, отсоединю. Помимо игр, конечно, можно еще посмотреть сериалы, фильмы, которые я уже предварительно дома записал. Потому что в основном люди ничего не записывают. Приезжают на судно и рассчитывают на других, что они им что-нибудь скинут. Некоторые вводят в себя заблуждение, что в рейсе им удастся выучить английский язык, что-нибудь почитать по профессиональной литературе. Возят с собой просто чемодан на этой макулатуре и ничего за 6 месяцев не учат и не читают. Потому что все самое необходимое по нашим механизмам машинам есть уже в ЦПУ, все в инструкциях. Там все можно найти и при большом желании все выучить и прочитать. А с собой ничего возить не надо. С собой нужно брать только необходимые вещи. Это ноутбук, телефон, телефон для интернета. Если кто-то пользуется модемом, то можно и модем маленький, в него карточку вставить, с ноутбука подсоединиться. Жесткий диск с играми, с фильмами, с чем угодно. С книгами, с какими-то. Сидеть в своем маленьком мирке, в своей маленькой каютке, вот в такой вот. И коротать, коротать эти 5 месяцев. Но главное не мыть, что долго-долго сидеть. Понятно, что веселого мало, но все-таки явно лучше находиться здесь, чем без денег на берегу. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok